Доброго времени суток, друзья! Друзья, имею честь предложить вашему вниманию к рассмотрению сентиляционный поисковый радиометр SRP88, серийный номер прибора 3054-3054, год выпуска 1991. Итак, как вы видите на ваших экранах, вам предлагается SRP88, а также тканевой ремень с вот такими вот металлическими оригинальными креплениями для того, чтобы можно было их закрепить на скобу кронштейн и прибор можно было носить. Скоба кронштейн непосредственно установлен уже на самом приборе, а также оригинальный заводской деревянный ящик, который в силу громоздкости в кадре не демонстрируется, но если он вам необходим для транспортировки, то он будет включен в комплект поставки и документация в полном комплекте в электронном виде, а именно паспорт для данного прибора, инструкция по эксплуатации и альбом сборочных схем, чертежи и перечни элементов. Итак, друзья, давайте перейдем к тесту работоспособности данного устройства. Включаем прибор. Как вы видите, по отклонению стрелки микроамперметра питание в норме, цифровой индикатор сразу же переходит в режим измерения. Ну и мы переведем прибор в режим измерения. Режим измерения. У нас еще сейчас обнулятся показания, и мы будем считать цикл. Первый цикл по рекомендациям производителя желательно пропустить. Он может быть как полный, так и неполный. Полнота цикла не гарантируется, поэтому мы его пропускаем. Итак, первое показание. 32 импульса в секунду. Обращаю ваше внимание, что показания стрелочного индикатора полностью коррелируют с показаниями вспомогательного стрелочного индикатора. То есть показания цифрового индикатора полностью коррелируют с показаниями стрелочного индикатора. Значит, второе показание. Порядка 35 импульсов. Ну и давайте дождемся среднее арифметическое. По трем будем высчитывать третьего показания. 31 импульс. Итак, друзья, как вы видите, в блок детокирования источники ионизирующих излучений не укнуты, поэтому мы производим замер радиационного фона в месте проведения видеосъемки. И он составляет порядка, сейчас еще раз посмотрим, 30 импульсов в секунду. Итак, переводим радиометр в режим 2. Поскольку у нас выставлен поддиапазон 0,1, естественно, он будет превышен и, как вы слышите, будет подаваться звуковой сигнал. Переводим радиометр в режим 4. В режиме 4, то есть 40% от какого поддиапазона? От поддиапазона 0,1. У нас порядка 30-35 импульсов в максимуме. Этот порог не превышен, соответственно, радиометр будет молчать. Аналогичная ситуация с 80% порогом. Тоже будет все безмолвно. И в режиме 0 радиометр будет фиксировать каждый гамма-квант. Вы можете услышать, это характерный треск. Вот из такой вот жужжалки, биполки, пищалки, можно сказать. Так, теперь давайте, друзья, просмотрим или же проверим работоспособность прибора на источники, ионизирующие излучение. В качестве контрольного источника у нас будет выступать контрольный источник, который находится под знаком радиационной опасности, нанесенный на корпусе прибора. Поэтому берем блок детектирования. По диаметру эти значения, то есть блок детектирования и диаметр знака радиационной опасности совпадает. И сейчас произведем замер активности, остаточной активности контрольного источника. Итак, первое измерение. 76 импульсов в секунду. Обращаю ваше внимание, что данный контрольный источник типа К3А построен на основе кобальта 60 с периодом полураспада 5,27 года. Учитывая возраст прибора, неудивительно, что данный контрольный источник рабочий только на первом поддиапазоне. Но, тем не менее, он работает. 76 импульсов в секунду. Ну и третье значение для усреднения по трем значениям. Для того, чтобы мы могли просчитать среднее арифметическое по трем. 73 импульса в секунду. Вот такая вот остаточная активность контрольного источника, который есть на борту данного прибора. Друзья, посмотрели мы основные режимы работы прибора. Измерение 2480. Проверили активность контрольного источника. Теперь можно выключать прибор и переходить к осмотру внешнего вида прибора. Фронтальная панель. Если не считать локальное загрязнение, которое вот здесь оттирается, можно просто фланелевой тряпкой оттереть, то находится в идеальном состоянии. Ручки переключения под диапазоном, если мы будем смотреть под разными углами, то мы следов эксплуатации не видим. То есть, здесь не затерты на гранях. Также нет механических повреждений в виде трещин или божесколов. То есть, здесь все хорошо. Значит, вид сверху, как вы видите, лакокрасочное покрытие присутствует по всей плоскости прибора. Вид сбоку абсолютно идентичное состояние. То есть, лакокрасочное покрытие не повреждено механическими повреждениями либо в результате каких-либо химических процессов. Например, в результате того, что потекли батарейки, либо в результате каких-то других процессов. Вид снизу. Повторю еще раз серийный номер прибора 3054, год выпуска 1991. Вид со стороны батарейного отсека. Здесь тоже все идеально. Обращаю ваше внимание на грани. Грани здесь, как вы видите, в идеальном состоянии. Нет никаких признаков эксплуатации. Вот это нам говорит о том, что косвенное доказательство того, что прибором не пользовались. И вид со стороны подключения блока детектирования. По шнуру сейчас давайте пройдемся. Попытаемся его растянуть в разные стороны. Видите, он возвращается в обратное, в исходное положение. То есть, своих физических характеристик, несмотря на возраст прибора, он не утратил. И по шнуру приходим к блоку детектирования. Блок детектирования. Заглушка есть. Еще раз одно свидетельство от того, что прибор не эксплуатировался. Потому что теряется эта заглушечка достаточно быстро при эксплуатации. Кто знает. Металлическая гильза выдвигается на произвольную длину. Фиксируется. Достаточно жестко фиксируется. Как для SRP88. То есть, оператор может на любой длине работать. Комфортно для себя длине, будем говорить так. Так вот, выдвинув блок детектирования на удобное для себя расстояние. Причем это расстояние не дискретное, а абсолютно произвольно. Можно выдвинуть на 22 сантиметра, можно на 23. Вот таким образом это все фиксируется. Как вы видите, состояние блока детектирования тоже находится в идеальном состоянии. Каких-либо сейчас выдвину, покажу. Повреждений гильзы блока детектирования не вижу я. Ни механических, ни вмятий, ни чего подобного. Ни каких-либо физических, либо химических процессов. Присутствует защитный резиновый колпак. Все складывается, все работает в отличном состоянии. Друзья, кого заинтересовал данный прибор, контактируйте. Контакты вы можете найти в описании к данному видеоролику. Всех остальных я благодарю за внимание. Всех вам благ и до новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok